На очередном заседании Президиума Ассоциации Совет Муниципальных Образований Самарской области, главы муниципальных районов, городских округов и сельских поселений. В повестке дня сразу несколько важных вопросов. Среди них дата 18-го съезда Ассоциации. Ежегодно его проводят в апреле или в мае. В этом году мероприятие запланировано на вторую половину этого месяца. На сегодняшний момент согласована дата 21 апреля, как раз день местного самого праздника. Предлагаем съезд провести 21 апреля. Таким образом, отметила глава города, членам Ассоциации удастся не только встретиться в профессиональный праздник, но и подвести итоги совместной работы за прошлый год, обсудить текущие вопросы, которые касаются муниципальных образований региона и наметить планы на будущее. О состоянии развития местного самоуправления области за 2022 год доложил исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Словецкий. В прошлом году Самарская область заняла первое место по количеству инициатив среди других регионов России. В ходе вот этой работы присылались разные инициативы к нам. Мы старались отбирать наиболее значимые, наиболее существенные для органов местного самоуправления. Ну то есть аккуратно так немножко корректировали эту работу. И будем надеяться, что все-таки сама вот эта идеология работы федеральных проектных команд с участием органов местного самоуправления благотворным образом повлияет на организацию местного самоуправления, в том числе у нас в регионе. Также на заседании подвели итоги лучших практик ТОС 2023 года. Этот конкурс ежегодно на протяжении трех лет организуется Ассоциацией Совет муниципальных образований Самарской области. В текущем году он объединен со Всероссийским конкурсом, который проводит Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления. Заявки победителей после вручения им наград направят в ООАТОС для участия во втором уже федеральном этапе. Целью проведения этих двух конкурсов является мотивация поощрения представителей ТОС, состоронняя поддержка ТОС как эффективного способа участия населения в решении вопросов местного значения. В текущем году на конкурс на двор Самарской области был представлен 41 проект ТОС. В рамках конкурса особенно учитываются проекты, связанные с социальной и иной поддержкой участников СВО, членов их семей. По семи номинациям комиссии были выбраны лучшие. В номинации «Благоустройство и экология» победил ТОС номер 7 городского округа Тольятти. Проект «Озорное веселое детство» набрал 1172 балла. Проект «А у нас спортивный час» стал лидером в номинации «Формирование здорового образа жизни». Его представил ТОС «Декабристов» городского округа Сызрань. В номинации «Местные художественные промыслы», «Культурные инициативы», «Развитие туризма» первое место взял проект «Отчаянные домохозяйки». Отдельную призовую награду в этой номинации получил ТОС «Сургутский» сельского поселения Сургут. За проект «Интернет для старшего поколения» награду вручили ТОСу «Перспектива» промышленного района Самары. Особенно был отмечен победитель в номинации «Межпоколенческие связи» с проектом «Своих не бросаем». Им стал ТОС «Зубчинин» в Кокировского района Самары. Его активисты своими руками изготавливают печи, маскировочные сети, окопные свечи. Отправляют посылки мобилизованным и проходящим лечение в госпиталях. У них есть замечательная семья, которая собирает гуманитарную помощь. Они выкладывают в общий чат, когда они едут на передовой, причем едут муж и жена на своей собственной машине. Такая всеобъемлющая работа, к ним едут парни с передовой с заказами. В номинации «Комплексное развитие территории» первое место отдали проекту «Шлюзовой культурный» ТОСу номер 8 городского округа Тольятти. А лучшим председателем ТОС единогласно была выбрана председатель ТОС номер 1 Октябрьского района Самары Елена Пронина. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.